Всем привет! Как у вас дела? Я переехала в Чикаго, и поэтому это мой первый самый влог отсюда. Мы переехали вместе с Сэмом в конце апреля. Я, правда, в Чикаго жила два месяца до этого. Я жила на съемной квартире с соседями. Я знаю, что последний раз, когда я снимала свое видео, я вам рассказывала о том, что я живу в Висконсине, мы переехали из Миннеаполиса в Милуокки, и теперь мы из Милуокки переехали в Чикаго. На самом деле, если вы знаете примерно карту Америки, то Милуокки от Чикаго не очень далеко, но мы переехали в большой-большой город, и жизнь изменилась. Жизнь изменилась к лучшему, намного теперь у меня больше свободного времени. Я практически не вожу машину. Я, наверное, провожу в машине, может быть, один час в месяц. Раньше, конечно, я ездила на работу, с работой, и в один конец у меня это занимало где-то 40 минут. Теперь я живу от работы в двух станциях метро. Правда, до метро, наверное, идти минут 10, но это ничего страшного. Мы живем в районе, который называется South Loop. Если вы разбираетесь немножко в Чикаго, то вы знаете, что центр нашего города называется Loop. Вот, и я живу к югу отсюда. Мы переехали, потому что Сэм попросил, чтобы на работе его перевели в Чикаго. Он попросил об этом в конце прошлого года, и я начала тогда уже искать работу. Поиск работы у меня занял где-то полтора месяца, потом мне сделали предложение в новой компании. Я теперь работаю на компанию Sears. Если вы помните, то до этого я работала в другой компании, которая называется Calls. Ну, в общем, практически то же самое, но немножко... Я имею в виду компании практически то же самое, да, но работа у меня теперь другая. Я занимаюсь всем, что теперь выкладывается на веб-сайт. То есть по-английски это называется e-commerce. Теперь у меня новая официальная... Как называется? Title. В общем, как называется моя работа по-английски? Это online merchandiser. Если кому-то интересно, я могу рассказать немножко поподробнее в отдельном видео, что я делаю, как я делаю, как я делаю обновления на сайтах, продукцию, которая выкладывается на эти сайты и так далее. На самом деле работа очень интересная, я очень многому всему научилась. На прошлой неделе, ну вот на этой неделе, да, получается, я была на двух разных конференциях. Одна конференция была для партнёров, которые продают что-то на нашем сайте, и другая конференция была более-менее... больше про... аналитическое, да, называлась она Data Analytics in Retail. И было очень интересно, я очень многому всему... я очень много всего интересного узнала. Вот, так что теперь моя жизнь здесь. Задавайте вопросы, что вам интересно. Мы практически уже здесь обустроились, в нашей новой квартире. Осталось только купить обеденный стол, как только мы его купим, то тогда можно уже будет делать и тур по квартире и так далее, что-то показывать отдельное. Вот, я надеюсь, что у вас у всех всё проходит замечательно и отлично. Если вам интересно, как я уже сказала, задавайте мне вопросы, постараюсь на них ответить. И если у вас есть вопросы о Чикаго, то тоже не стесняйтесь, спрашивайте. Я город знаю уже практически очень хорошо, потому что я жила сначала в северной части города, на красной ветке метро, а теперь я переехала в южную часть. Ну, и потому что я работаю в даунтауне, то я знаю наш центр города очень хорошо. Если есть какие-то вопросы по музеям, тоже спрашивайте. Я теперь волонтёр в нашем местном музее искусств, Art Institute of Chicago. Могу тоже посмотреть, у них очень классный инстаграм, очень хороший сайт. У нас офигенная коллекция импрессионистов в этом музее, поэтому всё могу поподробнее рассказать и показать. Всем отличного дня, спасибо, что посмотрели это короткое видео, и всем всего хорошего, пока!